всем доброе предоброе утро пришли уже с работы на обед я зашла в супер соль купила себе маленькую баночку майонеза вы знаете я раньше все время думала что кому сделаны эти маленькие мы не майонезные банки потому что раньше я много ела майонеза и все время удивлялась зачем нужны эти маленькие баночки они же всего на раз теперь же майонез раз в год ем и поэтому мне эти банки скажутся даже большими потому что смотрите это я буду уже выбрасывать уже давно открытый стоит поэтому теперь я понимаю что что все мы разные кто-то жрет много майонеза как я раньше простите кушает я вообще майонез люблю с яйцами особенно кто-то мало в общем сейчас буду салат делать с красной и свеклой красный свекла чеснок сырок плавленый и майонез немножечко дела кокосовое молоко для смузи но это больше даже кокосовый нампиток здесь с рисом без сахара и муж любит вот такой хлеб супер соль у нас рядом в магазине магазин этот зашла туда машинка стирается не уже ополаскивает сейчас пойду вешать разогревать кушать меня жена со вчерашнего дня я же и утушилась вкуснее его капусточку и с салатиком из свеклы вот такая вкусняшка будет так что вот так и смотреть какой нибудь сериальчик а потом уже после обеда что-нибудь по делу я всегда когда с работы прихожу кушаю и смотрю какой-нибудь сериальчик одну серию там две зависимости как серии длится бывают серии по 20 минут а бывает по два часа вот а после обеда уже где-то часов в четыре мне уже надо надоедает лежать надоедает смотреть телек и я встаю и что-нибудь делаю например гулять иду с чарли вообще все неплохо выспалась поэтому какая-то сумма хожу но спать не буду потому что потом еще хуже будет чего чего ты чего ты ты как будто соскучился так мы тебя с тобой виделись только сейчас чего ты чего ты как молится он любит вот так вот встать и чтобы его чесать еще еще что ли тебе почесать на ручки хочешь ты такая лапа моя соскучить пойдем смотрите у нас сегодня мусорки полный такие вещи вещи везде по выбрасывали мусорка вообще вот и вот таких вот мешков я не знаю что может сегодня день какой такой но дофига видела даже не мусорки вещи валялись как-то странно место три-четыре я пока сегодня магазин ходила супер соль и вот они везде валялись уж день какой вещей выбрасывание вот идем мы с чарли гулять потом в аптеку зайдем в аптеку кстати можно собакой заходить представляете я его на руки беру конечно и ничего никто не говорит а вообще собака у нас там рестораны но да где еда питание туда нельзя сходить заходить собакой а вообще на дверях висит что с собакой нельзя да ну почти нигде с собакой нельзя к сожалению это в аптеку я просто однажды и ходила и видела что женщина с собакой было ух ты нифига себе а то мне так неудобно знаете над собакой погуляешь потом опять в аптеку тихо я сниму иду гуляю и заодно зайду вот очень странно там вот тоже немножко не свалится какой-то деревяшки иди сюда желаю чтобы вы все были здоровы и чтобы над вами и сиял солнце как нам вот еще тоже пакет с одежды валяется вот здесь странно очень странно прям даже подписан какой-то одежда он там тоже одежда внукла мусорки или может быть знаете кто-то один гардероб свой основательно подчистил и эту вещь и раста вещи растащили по всему городу мой фиг его знает там вот мужик вообще роется вещах то не видите это собрала какие-то игрушки завозила странно очень странно а вообще очень много людей вот у нас рынок есть он раньше был напротив нашей старой квартире ну вернее он и сейчас есть муниципальный рынок где продают мясо рыбу овощи тоже он каждый день открыт и вот там после обеда то есть естественно выбрасывает много и там знаете румынцы с тележками уже ждут поджидают когда взять какую-нибудь не знаю в общем порыться в этих мусорках потому что где продукты такие и быстро вывозят ну чтобы не воняло все равно там все равно воняет но рыбы все таки и вот они там ковыряются в них не знаю это и знаете не от бедной жизни потому что они все работают в общем-то на полях не знаю может быть культура такая или что в общем ковыряются одни и те же люди причем фиг его знает но так чтобы на помойках вот у нас особенно сильно кто-то ковырялся там какие-нибудь пенсионеры особенно нет пенсионеры точно не будут рыться в общем вот так не особо роется по помойкам особенно испанцы испанцы не роются если и роется что-то в помойках то это либо выходцы из скажем так даже не знаю как сказать в общем в общем иностранцы но и не из европы скажем так чтобы никого не обидеть знаете чтобы не сказать никого не обидеть в общем не европейцы а так скажем ну вы поняли наверное ну вы поняли наверное кому надо понять ладно а он там вот сегодня мужчина играл на органе представляете тоже него такой способ зарабатывания но я его к сожалению не успела скорость он и этот святой валентин подарочки нужно готовить 14 января о января февраля а вы готовите подарочки своим любимым вы вообще влюблены любите любимым всем желаю быть любимыми и любить и готовить подарочки и принимать естественно ладно хватит болтовни мы идем гулять еще я как всегда в пижаме у меня сейчас жарко он расстегнуться бы а там пижама причем такая же волосатая как и ты таков то только цвета другого а прикол еще у меня пупы от моей аллергии уже прошли кстати не знаю почему потому что вчера клубнику съела и ничего не было так же выпил апельсиновый сок и ничего тоже не было в общем непонятно с чего она меня вылезла но больше ничего не вылазила так вот та которая была они задеваю иногда иногда и чешутся чешутся как комары накусали когда еще когда у меня в кроссовке вот так забивается камень и начинает цокать как каблук меня это бесит а мы идем по полям шпинат кругом у нас его кстати сейчас уже собирают а вообще сейчас время собирания урожая и сегодня нет никаких тракторов обычно вчера вчера по другой стороне шли и тут одни так тара были собирали вот эти вот шпинат потом в капусту видите тут уже собрали что-то я уже не помню что здесь было в общем все урожай собирает я думаю что еще раз посадит потому что время еще февраль март апрель май еще три месяца можно что-нибудь еще собрать летом ничего не сажают все выгорает слишком жарко поэтому зимой все сажает у нас сегодня 18 градусов передавали завтра еще больше и это неделя вся такая будет так что вообще я хочу сказать что эта зима вообще не холодная даже не капельки я уги в прошлом году носила наверное целый месяц а в этом году один раз одела и то ночью в алькампу поехать пипец хотя бабушки мои мерзнут ой как холодно кефрио кефрио и груду ка разве фрио кляруки то что сакустумбрана ты же привыкла к холоду тебе же ты же вон откуда там же у вас морозы ого какие выше там все привыкли я врага привыкли у нас говорю дома 30 градусов а здесь 17 вот к чему я не привыкла хотя уже привыкла уже нормально 18 градусов а когда 20 так это вообще жара вот они все мерзнут и мерзнут им холодно и никому не докажешь что я не привыкшая к холоду или там вот когда купаются знаете иностранцы приедут допустим англичане они в море купаются зимой и летом по барабану и они тоже но вы же привыкшие вам же там они наверное здесь увидят солнце и все им теперь уже для них жара я буду что вы говорите говорю меня пока в море не будет вода 25 градусов я туда фиг залезу мне холодно мне водичка нужно тепленькая комфортно чтобы было а не залезешь и вот так как сосулька дрожать вот так вот видите здесь салат растет у нас салатик побежала я пока в артеку ходила прошла в фруктовый магазин купила вот такую обалденную редиску правда я даже не видел какой она это стоит евро но она шикарно крупная я люблю крупную и она знаете свежая не такая не вялая и 2 кабачка завтра сделайте по такой подливки для макарон это это лекарство мы вот что у меня завтра макарончики будут кабачок ну завтра увидите в общем сейчас буду делать смузи как всегда на ночь на ночь глядя с кокосовым молоком значит тут у меня ананас есть добавлю клубнику и кокосовое молоко так вкусно можно конечно еще добавить киви но это уже будет слишком жирно киви можно и так поесть вот все тут авокадо которая ни хрена не спеет подождите вот это наверное уже почти это вот яблоком лежит завернутый типу того тоже ни хрена не спеет в общем дубовый еще дубовый дубовый еще вот у меня два лежать редиска вообще шикарный шикарно завтра салатик сделаю салатик с редисточкой с огурчиком с помидорчиком у меня кстати есть помидорчик я редко покупаю но покупаю а мне нужно клубнику помыть в общем делаю смузи вот такой у меня смузякин получился вкусняцкий мой ужин и у все и буду с вами прощаться до завтра завтра уже четверг представляете почти неделя прошла все правда меня еще четверг пятница суббота пятницу суббота самые рабочие дни ой ну все равно быстро неделя летит ладно всего вам самого наилучшего встретимся с вами завтра и всем пока пока